Итак, господин Наки, Вы посетили Экотехнопарк. Каковы Ваши впечатления от увиденного здесь? Мы впервые посетили Экотехнопарк в Скайуэе. Мы узнали очень много о блестящих идеях доктора Юницкого, который вложил в эту технологию свои знания, свою энергию и свои финансы. И теперь мы понимаем, что он думает об улучшении жизни людей в будущем и о будущем транспорта. Это касается не только рельсового транспорта, но и решения всех проблем транспортных перевозок. Это также включает создание новых рабочих мест. Это в самом деле блестящая идея. Он просто гениален. Он разрабатывал этот проект более 16 лет. Мы считаем, что это стратегический проект для людей. Я думаю, что Беларусь, ее правительство и частные секторы должны поддерживать эту технологию. После этого визита мы приложим максимум усилий, чтобы помочь реализовать этот проект в странах Персидского залива. Мы также выступим с предложением найти решение для продолжения успешного развития Экотехнопарка в будущем. Я считаю, Экотехнопарк является не отдельным проектом SkyWay, а составной частью нескольких. Это решение многих вопросов. Нас особенно поразило в увиденном то, что этот проект, отличаясь высокой экологичностью, он не будет наносить ущерба окружающей среде и населению. Во-первых, он будет очень благотворен для грядущих поколений, для будущего. И главное, это его низкая стоимость. У меня нет пока точных цифр, но я уверен, что это будет на 50% меньше того, что мы сейчас расходуем на транспорт. Это очень важно для современных экономик, особенно в странах Персидского залива. Считаю, что во всем мире этот проект должен рассматриваться как одно из решений транспортных проблем. Доктор Юниски вложил в эту идею свои знания, опыт и свою жизнь. И здесь он ответил нам на вопрос о том, что будет происходить через 20 лет, каким он хотел бы видеть мир через это время. Он выразил свою заботу о жизни своих детей и внуков. Это очень важно. Мы очень рады, что сегодня узнали много о его жизненном опыте. Это было неожиданно для нас и лично для меня. Мы подробно познакомились с этой уникальной технологией, отличающейся экономичностью и способностью создавать рабочие места. Важно, что при реализации этого проекта улучшается жизнь людей, особенно в арабских и африканских странах. Я обращаюсь ко всем, кто познакомился с этой технологией, с призывом оказать возможное содействие в привлечении инвестирования в этот проект. Мы проделали долгий путь сюда. Я приехал из Бахрейна, чтобы увидеть это. Мы провели два дня с доктором Юницким и его командой. Мы очень рады находиться здесь. Надеюсь, мы сможем помочь в поддержке и развитии этого успешного процесса и его реализации в будущем. Итак, вы спросили доктора Юницкого и его сотрудников о том, каким он видит будущее через 20 лет. Вам хотелось бы быть частью этого будущего? Конечно. Но когда он сам спросил, каким мы видим будущее, большинство людей не смогли ответить, куда мы направляемся. Я здесь сегодня, а что будет завтра, Бог его знает. Но доктор Юницкий верит в здравый смысл и в научные исследования. Он вдохновляет нас стать частью этого процесса. Я буду откровенен с вами и с вашими зрителями. Может быть, мы не инвесторы, но мы ключевые игроки, которые могут открыть двери. Мы можем помочь познакомить с этим проектом нужных людей. С преимуществами этого проекта, с его эффективностью для нас. Особенно он значим для наших целей и видения будущего региона Персидского залива, того, какими в 20-е, 30-е годы будут Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Оман и другие страны. В странах Персидского залива выделяются большие средства на научные исследования и новые разработки. Думаю, эта технология может нам очень помочь, но это требуется обсуждать с нужными людьми. Юрий. А вы один из них? Надеюсь, я буду одним из них, но обсуждать надо с теми людьми, которые понимают его язык. Научный язык, а не деньги. Деньги придут, получить деньги нетрудно, гораздо труднее донести идею до людей и сделать ее доступной для понимания, для тех людей, которые могут понять и оценить эту идею. Вам не надо обращаться в подобные компании, особенно конкурирующие. До них это будет трудно донести, важны инвесторы. Не надо также готовить этот проект только для правительства. Есть еще и частный сектор, исследовательские центры, университеты. Все из них могут инвестировать в этот проект, так как он реален для будущего. Продолжение следует. Продолжение следует.